Похоже, я нашел картинку, которую можно считать постерами 2020 года. Это новый уластелин мира. Типа как Саурон, но только чайка. Это был последний рабочий день фотографа пресс-службы Ужгородского горсвета. Во всём виноват ракурс. Пришёл в стоматологию и увидел рассказ, который израстрогает даже Эрнеста Хемангуэя. Ребёнка привезли к зубному на его день рождения. Это даже круче, чем ботиночки красные неношеные. Как пишет, на деньги, которые ему подарили. Не, который откладывал целый год завтраков. Когда моя собака делает так, это означает, я абсолютно точно на все 100% не хочу идти домой. Кажется, пора ехать в Беларусь. Молоко сгущенное сахаром, молоко сгущенное сахаром и ароматом шерри бренди. Так выглядит лапа. Блин, хочу Беларусь. Я когда видела уже такое, там ещё прикольные разные есть вкусы. Учитывая, что я, в принципе, сгуху люблю. Я, кажется, знаю, кто нам может выслать это. Кто? Ну что, архи же вроде из Беларуси. Донат сгущенка. Насчёт доната я пошутила. Так что не заблуждайтесь. Да блин, сфинксы милашки. Какие перепоночки. Как можно этих кожаных не считать милыми? Они ж кожаные такие. Копы всех кошек. Только у животных с шерстью они кажутся куда милее. Так что не заблуждайтесь. То есть кошки перепончат лапой, да? Ну ладно. Собаки тоже, кстати. Тотемное животное всех моих выходных. Что это за рисунок лаваша? Я решил убить несколько персонажей в книге, которую пишу. Это гарантированно подогреет интерес к моей автобиографии. Автобиографии? Автобиографии? Я. У тебя микрофон выключен, дурак. Я. А как тогда ты тут слышал? Гугл. Неважно. Вот тебе, кстати, несколько реклам. И да, ребят, всем здорово. Меня зовут Макс. И у нас с вами на дворе мемы. Погнали. Нет, не погнали. Кто не подписан, подпишись. Кто подписан, лайк поставь. Кто не подписан, подпишись. Кто подписан, лайк поставь. Кто не подписан, подпишись. На мой канал. А кто подписан, да, молодец. Илон Маск наконец-то поделился секретом мирового господства. Кто контролирует мемы, контролирует вселенную. А кто читает мемы, тот под крылышком, так сказать, того, кто контролирует вселенную. Я. Я же обозреваю все мемы. Вот пускай они мне дают деньги за это. Илон Маск. Проросшие семена авокадо похожи на инопланетян. Моя разверённая девушка. Моя успокойся. И что вы мне посоветуете при выплате кредита? Ну, если кушать захочешь, то водички попей. Ненадолго собьёте голод. Природа. Создала смертельную рыбу. Люди. Ммм, как вкусно. Вообще-то, если её правильно приготовить, то ты не сдохнешь. Но я бы не стал доверяться какому-то повару. Ну, говорят, что она очень вкусная, поэтому её и готовят. Она очень нежная, такая деликатесная. Поэтому её и готовят. Я бы всё равно не доверял. Я бы начал есть только после того, как он сам её поест. А, по-моему, так и делают. Типа, повар сам пробует сашими, которые нарезал. Сказал к стоматологу, когда он сказал, что зуб надо удалять. Я встал и ушёл. Смог бы я такое провернуть, если бы в коридоре сидела мама? Не думаю. И чё все жалуются на взрослую жизнь? Не понимаю. Просто в слюне. Выборы президента Республики Беларусь. 9 августа. О, мой день рождения как раз. Чё, вылупился? Беларуса никогда не видел. Отпишет. Я около минуты пытался развидеть там бухового человечка и понять, что это рука с листочком. Я думал, так камера на ножках. Пельмень. Это мучная раковина, таящая мясную жемчужину. Чё, которое можно сделать пустером 20-го года, нет. Да, реально по-философски. Чайка лучше, чайка с урон прикольней. Хотя, мол, не бьёт солнце, тоже ничего. Ну и ещё и слева вот эта вот чепуха. Когда слишком долго спал в коробке. Кто пишет, да это же чёрный квадрат Котевича. Шутить про Майнкрафт не будем. Хотя нет, пишите свои шутки, связанные с Майнкрафтом и этим мемом. Не терял ли кто часы у нас в универе? Я терял там годы. Австралия такая Австралия. В городе Кунунара фермер заснял группу тростниковых жаб, которые использовали питоны как транспортное средство. Килинивы жабы. За проезд передаём, когда один сожрал таз черешни. Принеси мизим и включи мне мемасов. Этот. За проезд передаём и такая же первая жаба, которая оп, в пасть прыгнула. Ага. Гуманитарное образование, это когда ты читаешь 50 страниц, чтобы написать 3. Гуманитарный визг. Футболка, которая идеально описывает весь этот год. 2020 хрень полная не рекомендую. Хоть какие-то хорошие новости. Какие новости? Коза счастливая. Собираешься с семьёй в поездку. Дочь, бери самое необходимое. Окей, мам. Это первое называется Кеппел. Его плоды заменяют парфюмерную воду. У того, кто поел их, даже под долгое время пахнет фиалками. Мало не покупать себе эти какие-то рекламируют, я не знаю. Я просто не знаю, я ем плоды. Моя работа, когда я заканчиваю её в 3 часа ночи. Моя работа, когда я перечитываю её в 8 утра. Я смотрю, ты уже проснулся, а твой завтрак на столе. Хочешь, я расскажу о твоих шансах найти себе хорошую девушку? Вот они. Кот, у тебя на лбу писька. В детстве я мечтал не о комбе, а о подземном бункере. Только рыть его мне было негде. Когда родители купили дачу, сказали, сотка земли в углу участка твоя. Рой себе бункер. На радостях вырыл там яму куба на три. Но обустроить не успел. Через неделю над бункером возвели сортир. Нет, ну а как? В бункере всё пришлось бы срать куда-то. А чё мне теперь срать в бункер? Ну это старая фигня, по-моему. Про то, что ребёнка развели, так сказать, на сортир. Концерт для 2300-комнатных растений. А потом их отправили медработникам, сражающимся с коронавирусом по всей Испании. А зачем? В Минске задержали блогера, который позвонил в РУВД и спросил, как себя вести, чтобы не задержали. Красиво жить не запретишь, кто пишет. А по ночам в этом переулке Арабская ночь, шикарный гоп-стоп. Здесь мусор и жесть облавы. И есть крышующий коп. О, дивный балкон, а сказочный край. Здесь боль и кулак, брусчатка и мрак. Смотри, не зевай. Можно ли получить итальянское гражданство, если я могу съесть целую пиццу один. Можно даже стать президентом Италии. Русский. Мне приходится каждый день тратить минимум по 4 часа на то, чтобы доехать до работы. Британец. Если я еду в одном направлении дольше 10 минут, я просто падаю в море. О да, у них-то там как бы страна сама по себе меньше даже. Ну да. У нас ты едешь несколько часов по Москве, и ты все еще в Москве. Далее. Из США 882 года на мышеловку. Это самая американская вещь, которую я видел. Нифтяк. Только потом дырки в полу будут. Но это не важно. Битва дождей. Хоть убей, но я вижу гигантскую мышь, нападающую на осьминога. О да. А еще, смотрите, мышь настрала на Латвию. Вон там Латвия вся в какашках-мыханах. Национальное блюдо в разных странах. Франция, круассаны, бакеты. Грузия, хачапурихин, калия. Россия, слезы страдания, окрошка, Мексика, таку, бритая, италия, пицца. Стоп, что Россия, слезы страдания. Неправда. Мы тут, между прочим, веселимся. Правда? Вы сейчас сидите веселый. Ну, типа, мемы же смотрим, это же весело. Еще в этом ролике не было рекламы моих книг, которые я пишу, и которые продаются во всех книжных магазинах, и поэтому у вас хорошее настроение. А теперь уже брать маму. У меня есть младший брат, и несмотря на его юный возраст, он уже лучше меня знает, куда нужно вложить деньги, чтобы приумножить свой доход. Сто рублей, которые ему дает мама, он тратит на дорогу до бабушки, которая даст тысячу рублей. Или можно купить акции. Правда, не знаю, какие акции могут стоить сто рублей, но наверняка такие существуют. Почему я не отвечаю на сообщения? Я обижен, я слишком занят, на сегодняшний день у меня села социальная батарея, я черпала любит общение, теперь я хочу просто прижить в тишине, потом хорошенько поспать, либо поплакать. Нет, посмотреть мемы с Максом Максимовым. Мне, походу, эту социальную батарею изначально, вы тут забыли. Кто-то пишет. Фильмы научили нас многому, например, я знаю, сколько нужно ломатинца, чтобы пошить красивую шубу. Допишет. И то, что это должны быть обязательно щенки, потому что... А потом у них мех грубеец. Я достаю из широких штанин маску размером с мою хлеборезку, с ней я позволить могу магазин и на метро поездку. Кто-то пишет. Маска истерлась до дыр на лице. Но защититься мне надо. Нет, не от вируса, в общем, уже. От ментовского наряда. Интересно, Маяковский когда-нибудь улыбался? Обувь забешенной тысячи. Лепишь тонну пластыря на кровавые мозоли. Ушаталась за месяц. Случайно купленная на развродаже говнодава из кожи чебурашки. Ноги вступают по мягкой траве райского сада. Таскаешь три сезона подряд. Тридцать человек спросили, где взять такие же. Ты издеваешься? Долби. Это просто маленький лягушонок, наслаждающийся прогулкой под дождем. А это не поводок, это язык. Да кем ты себя бы замнил? Я. Это королева красоты. Королева. Когда моему знакомому исполнилось восемнадцать. Замнил. Это Валя завтра. Она же сказала, что она будет выглядеть, как будто бы ее поимел попук. Я. Это королева красоты. Когда моему знакомому исполнилось восемнадцать, его бабушка переволновалась и сказала, что будто бы только вчера они на ручках уносили его из детдома. Бабка спалила всю контору. Я отправилась в дом престарелых. Хей. Ну из роддома должно быть. Она сказала, что из детдома. Бабуся, бабуся. Хей. Сделай свой выбор. Швейцария, Киргизия. Куда угодно, лезь бы подальше от моего города. Да блин, там даже магазинов нету. Там долго жить не получится. Я вам авторитетно заявляю. Я живу в деревне сейчас уже четыре месяца и хочу в Москву хотя бы на месяцок. Знакомьтесь, это август. Самый старый золотистый ретривер в истории. В этом году ему исполнилось двадцать лет. Золотистый ретривер. Хороший мальчик. И был золотистый ретривер, как и меня Перси. Только ему пять месяцев скоро. Новости дня. Заразился Нурсултан. Кто заразился? Бывший президент Казахстана, аэропорт, город, улица. Кто-то пишет. Заразился бывший президент Казахстана, ехавший через город Нурсултан по улице Нурсултана в аэропорт Нурсултана. Показанность за громкую музыку в три часа ночи от восхищенных соседей. Да, быдланы любят так делать. Ну, в смысле, врубать музон. Типа они крутые. Ну, животные же, что поделать. Здравствуйте, вы работаете учителем русского языка в школе 41? Да, знакомые. Звонит ихний лужить красивее и гоней. Не трогайте меня, пожалуйста, неграмотное существо. Обожаю моцареллу. Ну, а что я должен делать с этими белыми шариками после того, как выпью ее? Пожалуйста, сегодня достаточно интернета. Сыворотку ебошить, пожалуйста. Может, вкусно ему. Ну, я люблю тоже сыворотку. Она вкусная. Но сыр же тоже клевый. Мы вчера сыворотку пили. С тобой. По сути. Ну, не моцарельную же. Ну, все равно. Сыворотку. Господи, выкидывай шарики. Нет, он, может, еще и пакетик съедает. Если стоп упадет, то все получат заряд эмоций. Подпишет. Все будут просто светиться от счастья. Останутся яркие воспоминания на всю жизнь. Просто будет огонь. Оставшуюся, да? В дневном слое Тибета обнаружено 28 новых вирусов. Господи, начинается. Если ты помнишь это, то тебе пора на пенсию. Подпишет. Слэшбаки в лицо полетели. Я раньше. Делаю музыку на всю громкость, чтобы никого не слышать. Я сейчас. Ставлю музыку на паузу, чтобы слышать, о чем ругаются бабки. Если что, принять участие в споре. Я помню, как, а, бля, в глаз попала пулька. Да. Думаешь, что любишь все живое и едешь ночевки в лес? Ночью все живое лезет тебе в палатку и хочет жить с тобой долго и счастливо, но ты почему-то не рад. Это что, хорюк апокалипсис? Енот. Енот же, да? Груди енот. Ладно, не важно. Мое идеальное свидание. Мы пошли в ресторан, заказали еды. Я съела свою еду и твою тоже съела. Ты впечатлен? Ты заказал мне еще еды. Меня не устраивает, что в английском применении папи звучит максимально мило. А у нас, если сказать щенок, то я как будто только что пощечину отвесил. Слышь, щенок? Потому что русский язык для брутальных. Не, почему можно папи сказать с уничижительным оттенком? Он будет так звучать, типа... Ты что, совсем маленький пиздюк? You're папи. You're папи. You're a little papi. You're a little papi. You're a little papi. И так далее. А, чё, сейчас заплачешь папе, да? Сашенко упал до 3,8%. Это стало новым мемом белорусов, которые теперь называют президентом Саша 3%. Саша, на 3% ты не будешь президентом. В рифму. Да, кому это когда это мешало? А, стоп, Лукашенко это ж... Президент Беларуси. Беларуси, это ж не Украина. Беларусь. Меня упорол, так думаю, блядь. Украине, извините, украине хотя бы президенту меняют. Я же говорю, президент Украины решил попробовать стать президентом Украины после того, как свалил оттуда, когда всё происходило. А, ты про Януковича? Да. А, остановитесь, мемас. Всё сместить? Он же бессменный лидер белорусы. Вы чё там? Это из-за коронавируса, дайте угадаю, да? Из-за того, что он сразу не начал, а потом вот это... Короче, ладно, надо будет почитать. Ну, вы пишите комментарии. Так, стоп, у них чё начался всё-таки этот? Конечно, он и был просто... Нет, я в том смысле этот... Карантин. У них же не было карантина. Ну, видимо, пришлось начать. Происходит, мне интересно. Я знаю, что у меня из подписчиков, ну, 1300 белорусов это минимум. Зацени, как я умею. Да, Жан-Кот Ван Дам. Вечный вопрос. Мне 49, и сегодня я обнаружил эту книгу мамы в книжном шкафу. Мой ребёнок тупой. Ну, если он обнаружил только в 49, то книга не помогла. В этой дурацкой опечатке придумали нового зверя. Знакомьтесь, это Выжра. Ты пишешь, скорее, это Бухухоль. Полицейский автомобиль умеет прятать свою табличку полиции. Таким образом, ни один преступник не поймёт, что эта машина стражей закона. Те временем в России. Ну, вообще-то, вы знаете, она выглядит, как полицейская машина, блин. Сначала выделим деньги на парад, а потом на ремонт дорог. Идеально. Не, на ремонт дорог не выделим. Зачем люди вертые достучат арбуз, если можно просто сказать... Аслан, дай самый вкусный арбуз. Дорогой, вот от души. Всё ж по чертежу, зачем ругаешься на сяльника? Я сожру тебя и всю твою семью. Друзья дорогие, не забудьте подписаться... Ужел похож на кота твоих родителей. Да, мы его уже видели, ты это говорила. Если вы это сделаете, то я вам сделаю поклон низкий. Вот, вот, вот поклонился. Верьте мне на слово. Ну, я не могу показать, у меня камеры тут нету. Вот ещё раз поклонился. И ещё раз три поклона вам за лайк. Всем спасибо за просмотр, всех вас люблю. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока. Спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось. Напиши это в комментариях. Оцени видос. Ссылка на оригинал в описании. Там же расписание стримов и ссылки на соцсети. Залетай на стрим и смотри другие видео. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok